Девушки отдыхают Принимают оплату из России? Не проблема, есть цифровой маркетплейс для геймеров Дифмарк. Здесь вы сможете приобрести игры для множества сервисов и платформ, или закинуть денег на свой кошелек в Steam, PlayStation, Xbox, да куда угодно. Пополнить баланс в Amazon, iTunes, Nintendo тоже просто изи. Покупаем соответствующую карту пополнения и вуаля, вы уже ни в чем и ничем не ограничены. Игровая валюта, различный софт от антивируса до Windows, предзаказы, все это тоже есть. Но самое главное, методы оплаты действующие с территории РФ, от банковских карт до Киеви. Причем возможность оплачивать карты Эмир также в наличии. Ну а по промокоду GOHA вы как всегда сможете получить вкусную скидку в 10%. Цифровой маркетплейс для геймеров Дифмарк, предложение на злобу дня, от которого нельзя отказаться. Ссылка в описании. Для популярной MMORPG Final Fantasy 14 вышло обновление за версией 6.31, которое предлагает игрокам бросить вызов самому сложному боссу, Омега Протокол. В новой Ultimate Duty игрокам снова предстоит сразиться с Омегой в переосмысленном мире, где механизированный супербосс остается непобежденным, а уровень сложности достигает максимума. Новый долг открыт для игроков, которые завершили рейд Бездны 8 круг на сложности Savage, и для этого потребуется группа из 8 игроков максимального уровня, чтобы иметь хотя бы отдаленный шанс победить этого супербосса. После завершения Омега Протокол игроки могут получать персональную награду один раз в неделю. На прошедшей трансляции, посвященной The Elder Scrolls Online, студия Zerimax Online официально анонсировала Necrom, следующее крупное обновление для MMORPG, которое выйдет 5 июня. Zerimax Online анонсировала следующую годичную сюжетную линию «Тени над Морровиндом». Эта новая история вернет игроков в один из самых знаковых регионов истории Elder Scrolls и откроет две новые зоны в Восточном Морровинде, которых не было со времен арены 1994 года. Кроме того, будут добавлены новые компаньоны, и игроки смогут погрузиться в более чем 30-ти часовой контент, который принесет с собой Necrom. Помимо этого был анонсирован новый класс, ну а со всеми подробностями можно ознакомиться в нашем ролике, а вот вам на него подсказка, если пропустили. После положительной реакции на предыдущий запуск фреш-сервера в MMORPG Arcade Unchained, издатель Какао Геймс и разработчик Excel Games решили повторить эту процедуру. Совершенно новый фреш-сервер для игроков откроется в следующем месяце, 9 февраля, и предложит несколько улучшений. В Северной Америке он получит название Шатигон, а в Европе Дахута. На новом фреш-сервере Arcade Unchained игроков будут ждать знакомые бафы, повышающие опыт, конфликт, война, осада, квесты для заработка очков чести и вакейшн, что позволит быстрее получить доступ к контенту более высокого уровня. По сравнению с предыдущим, на этом сервере будет еще несколько улучшений, повышенный шанс выпадения лута до 300%, бафы для прокачки снаряжения ученика и расширенное двойное еженедельное событие. Разработчики планируют открыть новый фреш-сервер на 3 месяца, затем в течение 30 дней игроки смогут бесплатно перенести своего персонажа на другой сервер и получить награды за выпуск. В течение следующих недель в MMORPG Guild Wars 2 будет много работы, поскольку ArenaNet готовится выпустить долгожданные изменения World vs. World, основанные на корректировке баланса и обновленный план развития команды на 2023 год. Ожидается, что патч доберется до серверов игры 31 января, спустя годы разработки и тестирования. Игроки также могут ожидать, что через несколько недель появится еще один балансный патч, предварительный просмотр которого состоится 3 февраля, а затем всего через несколько недель появится дорожная карта на 2023 год. Ну а пока же в игре продолжается празднование лунного нового года. Торговая лавка, он же боевой пропуск в MMORPG World of Warcraft появится на следующей неделе, 1 февраля. Blizzard решила напомнить об этом событии специально подготовленным трейлером. Важно отметить, что премиального сегмента у этой механики не будет. Максимальный лимит баллов 500 единиц в месяц. В торговой лавке игроки смогут получить различные косметические предметы, которые ранее появлялись в ивентах, но сейчас иным путем их не достать. Лавка будет установлена в обеих столицах, Штормграде и Оргримаре. На русскоязычные серверы MMORPG Lost Ark было установлено январское обновление Снеговей Продолжается, которое добавило в игру парочку интересных новинок. Первой из них является новый остров потерянных игрушек, который будет расположен к югу от Шувьерда, а попасть на него можно с помощью компаса Процея. В этом месте вас будет ждать карточный зловещий замок с лабиринтом и заданием возвращения подарков. Следующей важной новинкой является второй этап зимнего события на острове Фреи в виде ивента «Горячие источники под открытым небом». Здесь игроков разделят на две команды для битвы за игрушечную уточку, которая поможет набрать очки для победы. Также команда разработчиков решила подарить всем игрокам различные предметы, включая уникальный скин зимнего макоко, карты и фионы. Чтобы все это дело получить, потребуется активировать промокод, который вы прямо сейчас видите на своих экранах, на странице, которую можно найти по ссылке в описании до 21 февраля. Разработчики Visionary Realms выпустили январское письмо продюсеров в преддверии запуска первого в этом году предварительного альфа-тестирования MMORPG Pantheon Rise of the Falling. В новом ежемесячном сообщении команда рассказывает о предстоящих событиях в следующем месяце, прогрессе в разработке игры и целях на этот год. В 2023 году разработчики собираются продолжать работать над визуальной частью, добавляя дополнительные стили зданий для человеческих поселений, растительность для регионов и новые биомы. Кроме этого, студия занимается разработкой таких функций, как чат, группы, гильдии, инструменты для поиска команды и собирается уделить внимание системе сбора и крафту. Разработчики MMORPG Долгостроя Ashes of Creation из студии Intrepid на своем официальном ютуб канале опубликовали свежий геймплейный ролик продолжительностью 47 минут. В нем команда демонстрирует игровой процесс за класс танка. Стоит отметить, что графическая составляющая игры с каждым роликом становится все лучше, в чем вы можете самостоятельно убедиться, посмотрев видео. Кроме того, разработчики рассказали про особенности игры за танка, показали механику боя и изменения в интерфейсе, которым подверглась игра. К сожалению, какой-либо информации о сроках выхода игры до сих пор не поступало. Пришло время очередного раунда слияния серверов в New World. 23 января в трех регионах произошло слияние нескольких серверов. На этот раз оно затронуло Central EU, US East и US West. В общей сложности в этих трех регионах восемь серверов объединились в четыре. US West является исключением, где четыре сервера объединились в два, в то время как в других регионах объединились только два сервера. Помимо этого, в New World произошло еще одно изменение, на этот раз касающееся переноса персонажей. Вернулся 30-дневный откат трансфера с сокращенного срока в 1-3 дня. Это изменение вступило в силу 25 января, и все существующие на момент его вступления в силу отсрочки были продлены до полных 30 дней. Шведская инди-студия StarVault празднует первую годовщину MMORPG Mortal Online 2, релиз которой состоялся 25 января 2022 года. В честь этого события команда разработчиков выпустила сообщение, где рассказывает о всех важных вышедших патчах за 12 месяцев и делится своими будущими планами по выпуску контента. Всего за прошедший год студия выпустила 11 важных обновлений, исправила более 328 багов, добавила множество новых систем, точек интереса, подземелий, новый ИИ и многое другое. В настоящее время команда занята работой над следующим крупным патчем с элементарной школой магии, новыми алхимическими эффектами и другими изменениями. После этого разработчики планируют внедрить в игру систему контроля территории и осады, что стало возможным благодаря решению проблем с мощностями серверов. Ну а затем должен состояться переход на Unreal Engine 5 и релиз в Epic Games Store. Также по случаю первой годовщины Mortal Online 2 до 30 января продается со скидкой в 25% в Steam. После шести лет, проведенных в раннем доступе, средневековая PvP MMO Gloria Victis наконец-то готова к полноценному релизу. Разработчик BlackEye Games подтвердил, что версия 1.0 выйдет 7 февраля, и студия не может не радоваться этому. BlackEye также подтвердила, что существующие серверы не будут стерты ни до, ни после официального запуска игры, но разработчики предложат как старым, так и новым игрокам шанс начать игру с чистого листа на новых серверах New Beginning. Разработчики MMO-песочницы Albion Online из студии Sandbox Interactive объявили, что у их игры уже в марте 2023 года откроется особый сервер для азиатского региона. Основные особенности нового сервера – новые нетронутые версии игры, где все игроки начинают на равных и могут претендовать на свой уголок в мире Альбиона. Игровой мир полностью отделенный и независимый от существующего сервера Западный Альбион. Значительно улучшенная скорость соединения и пинг для целого азиатско-тихоокеанского региона. А также оптимизированные для данного региона сроки проведения событий игры и сервера. Битвы за территорией, кристальная лига, война фракций, техническое обслуживание и вот это все. MMO-RPG World of Warcraft, как известно, закрылась в Китае на неопределенный срок, однако благодаря Tencent в стране появился новый подражатель под названием Terris Land. Tencent, к слову, была одной из компаний, которую Bloomberg пророчила вероятными кандидатами на замену NetEase в качестве китайского издателя Blizzard. Но, похоже, есть вероятность того, что этого не произойдет, поскольку Tencent готовится выпустить собственный клон WoW в этом году. В Terris Land есть все атрибуты типичного клона World of Warcraft. Будет ли игра запущена на Западе, пока не ясно, но мы обязательно сообщим вам, как только появятся новости. Ну а более подробно ознакомиться с проектом можно в нашем видео, которое ранее выходило на канале. Воспользуйтесь возможностью узнать больше о китайском WoW. Ну а я в очередной раз воспользуюсь возможностью и скажу, что у меня теперь появился Boosty, где вы сможете найти массу полезной информации о жанре MMO-RPG для себя. В том числе и уникальной информации. Здесь будут появляться уникальные ролики, которых вы больше не увидите нигде. И один такой ролик уже готов. Возможно, когда вы смотрите это видео, он уже залит на Boosty, проверяйте. Если будете стартовать в Мир М, а я так полагаю, что найдутся тут такие люди, которые будут стартовать в Мир М, то он вам будет очень полезен. Ну и в целом масса полезной информации здесь всегда будет. Boosty я точно буду вести. 150 рублей в месяц. Вообще ни о чем. Ну а если вы еще не подписаны на нашу группу в Телеграм, которую я специально создал для подписчиков Гоха Медиа, то я вообще не знаю, что вы тут делаете. Обязательно подписывайтесь. Все ссылки на Boosty на группу в Телеграм будут в описании. Издательство Майтона и разработчики с Фантастик перенесли релиз своего ММО-шутера The Day Before с 1 марта на 10 ноября текущего года. Но вот причина этого переноса довольно необычная. Нам не говорят о том, что проект требует доработки или чего-то подобного. А заявленная причина звучит вот так. Как вы все знаете, мы анонсировали The Day Before в январе 2021 года. В этот момент торговая марка The Day Before была доступна, но сразу после анонса некая личность подала заявку на регистрацию этой марки в США до нас. Именно по этой причине в Steam также была заблокирована страница нашей игры. Позже, со слов учредителей студии, стало известно, что игра готовилась к переносу релиза до того, как стало известно о спорах о товарном знаке. Что же касается жалоб и утверждений о том, что The Day Before на самом деле не находятся в разработке, которые появляются на Reddit и в Discord, Фантастик утверждает, что их игра обязательно будет выпущена. Цитирую. В конце концов, буря утихнет и время все расставит по своим местам. Когда игра выйдет, люди, наконец, увидят правду. Компания Antisoft анонсировала проведение финального внутреннего тестирования DMMO RPG Tron & Liberty, но в подробностях о нем нам расскажут когда-нибудь попозже. Пока же известно, что тестирование продлится 5 часов, а всем участникам нужно жить или находиться в Южной Корее. Абэк, а ничто не мешает вам попробовать подать заявку на участие в этом тестировании, что можно сделать до 12 февраля. Скорее всего, если у вас нет возможности быть в момент тестирования в Южной Корее, вашу кандидатуру не одобрят, но попытка, как говорится, не пытка. К тому же, счастливчикам среди участников тестирования подарят по NVIDIA GeForce RTX 3060. Само тестирование будет проводиться 21 и 22 февраля. Место проведения – центр R&D компании Antisoft в Южной Корее. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся.